Руководитель территории Андрей Кугаевский вместе с делегацией района администрации работает в северных поселках. В ходе визита был проведен осмотр объектов, строительства и благоустройства. В первую очередь интересовала рентабельность новых зон, обустроенных в рамках проекта «Комфортная среда». Одним из самых долгожданных является спортивный комплекс. В данный момент подрядная бригада занимается сборкой металлоконструкции. Работа кипит с раннего утра до позднего вечера. Ждут новопортовцы и новую школу. Место под учреждение уже отведено. Будущее здание образовательной организации расположится за интернатом. В ходе инспекции Андрей Кугаевский посетил и действующую школу, в которой вместе с начальником департамента образования осмотрел основные помещения, отведенные под проект «Точка роста». Итоговые поездки по поселениям традиционно включают в себя обязательное посещение объектов жизнеобеспечения. Важно лично убедиться в том, что котельная, электростанция и очистные сооружения работают на полную мощность и обеспечены необходимым резервом на экстренный случай. Жители поселка обеспокоены качеством питьевой воды. По протоколам последних испытаний качество воды не соответствует по железу, превышает показания. В настоящее время запрашиваются коммерческие предложения и будет проведена ремонт, замена автоматической системы дозации реагентов. Во вторник пунктом посещения стал мыс Каменный. Здесь также, как и в новом порту, пристального внимания специалистов районной администрации были удостойны объекты строительства и благоустройства. С первых минут осмотра глава района отметил заметно изменившийся внешний вид поселка. Все меньше ветхих строений и больше объектов благоустройства, которые популярны среди детей и взрослых. Два объекта очень серьезных, и мы, как говорится, совместно с застройщиком эту работу выполнили. Понятно, что там и сумма приличная. Из всех поселений на наше поселение больше всего денег на благоустройство ушло. Поэтому, как говорится, и отдача от людей видна. Понимаете? Сквер не пустует, постоянно люди в нем. Инспекция объектов также стала главной частью программы посещения. В первую очередь глава района осмотрел несколько социальных объектов в поселке Аэропорт. Одним из них стал Мыскаменский детский сад в строении 1969 года постройки. Недавно ему исполнилось 50 лет. В этот юбилей самое частое пожелание сотрудникам учреждения – новое здание. Сегодня здесь воспитывается около 50 детей. У малышей есть все необходимое. Сотрудники учреждения стараются всеми силами сохранить комфорт, тепло и уют. Но переезда ждут с нетерпением. Садик уже не удовлетворяет всем потребностям подрастающего поколения. Да и местоположение его не совсем удобно. Глава района пообещал сотрудникам, что уже в следующем году начнется строительство нового здания. План на 2020 – забить сваи и собрать коробку будущего детского сада. Руководители территории также заинтересовали земельные участки в микрорайоне «Геологи», которые поселковой властью и специалистами районной администрации будут отданы под строительство жилых домов. Планы большие, и для мыскаменного такая стройка – событие беспрецедентное. Речь идет о четырех жилых домах, два из которых сдадут уже в следующем году. Это очень амбициозные планы. Это, конечно, будет большая нагрузка на застройщика и таким образом проверит, насколько он способен работать в таких условиях. Потому что сейчас программа, как говорится, губернатор озвучил тоже амбициозные планы, и у нас более 70% ветхого аварийного жилья. Подрядчик в мысе Каменном – стройснап «Арктика-С». Он же в данный момент завершает строительство долгожданного дома культуры. Торжественное открытие запланировано на февраль следующего года. На сегодня здание полностью облицовано. На втором этаже отделка завершена на 90%. Дело за малым – завершить отделочные работы на первом этаже. В новом здании будет большой концертный зал, помещение для занятий танцами, библиотека и другие локации для эстетического и творческого развития подрастающих мыскаменцев. Для детей сегодня делается очень многое. К примеру, в самом центре поселка залит каток. Все, чтобы ребятня имела возможность заниматься зимними видами спорта. К слову, все спортивные площадки и зоны отдыха рассчитаны для круглогодичной эксплуатации. В прошедшее воскресенье Андрей Кугаевский провел прямую линию, на которой ответил на вопросы жителей Ямальского района. К моменту трансляции было собрано несколько десятков вопросов, которые оставили жители всех поселков. Самыми распространенными были вопросы, касающиеся жилья. Глава рассказал, что за период с 2012 по 2017 годы жилищный фонд обновлен на 40%. Было построено более 1600 квартир. Также многих жителей северных поселков волновала стоимость авиабилета до Салехарда. По этому вопросу было отмечено, что с нового года планируется на 30% снизить цены на билеты по маршрутам Сеха-Салехард, Мыскаменный-Салехард и Новый порт Салехард. Прозвучал и вопрос на тему, которая ранее обсуждалась на пресс-конференции губернатора Ямала о начислении полной северной надбавки специалистам бюджетной сферы с первого дня работы. Андрей Кугаевский отметил, что под этот закон попадут те, чьи организации финансируются из окружного и муниципального бюджета. Всего за почти 50 минут трансляции глава района ответил на 34 вопроса, поступивших от ямальцев. Также в конце трансляции было отмечено, что теперь такой формат общения с жителями района станет постоянным и будет проводиться каждый квартал. По информации агентства ТАСС, Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов. Законопроект с этими изменениями уже размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем предлагается сократить сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала с одного месяца до двух недель. Также предлагается сократить сроки проверки предоставленных гражданами документов с 14 дней до 5 календарных дней, а сроки перечисления указанных средств уменьшат с 10 календарных дней до 3. Инициаторы проекта полагают, что вносимые изменения позволят значительно сократить время на принятие решения о выдаче средств, а также время проверки предоставляемых документов и, собственно, получения выплат. В свою очередь, этот процесс в целом повысит качество указанной услуги. Несмотря на сильный мороз, турнир по шашкам в минувшую субботу собрал любителей интеллектуального спорта. С азартом в глазах участники приступили к соревнованиям, которые, к слову, стали первым видом в общем плане работы на ближайший год. Мы возобновляем клуб ветеранов. На 2020 год у нас запланировано еще массовое мероприятие. Это плавание, это скандинавская ходьба, это соревнования также по шахматам. Сейчас очень приятно, что наши дорогие ветераны пришли. Самое главное, что мы их собрали, и они получают максимальное удовольствие. Итак, впереди у организаторов большие планы. Уверяют, скучать представителям старшего поколения не придется. По итогам турнира по шашкам третье место заняла Юлия Вануйка. Второй результат у Виктора закусила. Чемпионом стала Ольга Стекляру. Всем участникам вручены памятные подарки и денежные призы.